Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Мы заинтересованы только в одном, чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности. Наш интерес был гораздо шире, гораздо более всеобъемлющий, но Запад не готов к взаимовыгодному, равноправному сотрудничеству, и его недоговороспособность уже, по-моему, всеми осознана. Когда ему нужно что-то сделать по приказу, в данном конкретном случае из Вашингтона, он идет на разрыв любых договоренностей, на любые нарушения международного права. На эту тему тоже можно чуть поподробнее говорить. Поэтому сейчас, убедившись, насколько Запад готов к честному, равноправному взаимодействию, и поняв, что это на данном этапе невозможно, мы заинтересованы только в одном, чтобы с Запада не исходили угрозы нашей безопасности. Наши соседи на западной оконечности Европы, о которых мы сейчас ведем речь, конечно, на западной оконечности Евразии, могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства, когда они одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность для них самих, того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона. Выступая, вот я уже упоминал о встрече в Министерстве иностранных дел, выступая там 14 июня, Путин также сказал, если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. И мы, главное, к этому готовы. Конец цитаты. Надеюсь, услышали, но повторю еще раз, на данном этапе для нас абсолютный приоритет пресечение любых угроз нашей безопасности из этой самой Европы, где хозяйничают совсем не европейцы. Попытки исторического Запада увековечить односторонние преимущества и далее решать свои проблемы за счет государств мирового большинства, объясняют его линию на то, чтобы нанести России стратегическое поражение на Украине, убрать конкурента. Западники хотят наказать нашу страну, на нашем примере запугать всех, кто проводит или собирается проводить независимую внешнюю политику, кто ставит в главу угла национальные интересы, а не прихоти бывших колониальных метрополий. Все эти потуги, разумеется, бесперспективны и уже приносят эффект обратный ожидаемому. Неадекватная, я бы сказал, озлобленная реакция Запада на действия России по защите своих законных интересов закрепила в мировом сообществе понимание, что в конечном итоге никто не застрахован от экспроприации активов в западных юрисдикциях, иных ковбойских действий. В свой адрес при появлении даже малейшей самостоятельности. Все постулаты, которые продвигались долгие десятилетия Соединенными Штатами и их союзниками, о том, что глобализация – это всеобщее благо, она сокращает издержки, она повышает прибыль, обеспечивает рост благосостояния населения. Надо только довериться рыночным силам, надо только довериться честной, добросовестной конкуренции, уважать священное право собственности и презумпцию невиновности. В этом же убеждали всех. Я помню, как звучали заявления из Белого дома. Доллар – это не американская собственность, это всеобщее достояние, это, так сказать, энергия всей мировой экономики. Равномерно и равноправно выгодно извлекается Псению. Вот, поэтому мы увидели, как все эти заклинания, торжественные, пафосные слова были в одночасье принесены в жертву линией на то, чтобы наказать в данном случае Россию, но любой может быть следующим. И мировое большинство все чаще и все активнее снижает зависимость от западных валют, принимает практические шаги с этой целью, прокладываются новые транспортные коридоры, формируются неподконтрольные Западу механизмы внешнеторговых операций, альтернативные производственно-сботовые цепочки. В целом создается новая инфраструктура, в том числе инфраструктура сотрудничества в области образования, культуры и спорта, поскольку и эти области Запад пытался и пытается забрать исключительно под свой контроль и использовать их в тех самых своих неоколониальных интересах. И если на этом фоне правящие круги Запада продолжат дестабилизировать обстановку в мире, а они, в общем-то, этим занимаются, то возникает вопрос. Нам всем остальным, как дальше жить? И как избежать опасного соперничества, как наладить взаимоуважительный межгосударственный диалог, прежде всего, между ключевыми центрами принятия глобально значимых решений?